Здравствуйте, дорогие друзья, инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите 125 выпуск новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Skyway на транспортном конгрессе в Сингапуре. Подробности второго дня. Екатеринбург всерьез рассматривает внедрение Skyway. Приемочные испытания Берельсового юнибуса. Новая делегация из Арабских Эмиратов в Экотехнопарке. Распределение билетов на проезд на струнном транспорте. А теперь поговорим об этих и других событиях более подробно. В отличие от первого дня работы выставки, когда вход на экспозицию был разрешен только чиновникам и представителям бизнес-сообществ, начиная с 10 июля 2018 года, с новинками транспортной индустрии могли познакомиться все желающие. В числе новых посетителей выставочного стенда Skyway министр транспорта Сингапура, представители индийского штата Анхра Прадеш, на территории которого ведется строительство инновационного мегаполиса Амарвати, а также члены правительства Бахрейна, делегаты из Фонда развития Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии и официальные лица из частных компаний Южной Кореи, Сингапура и Таиланда. До объявления хозяина Всемирной выставки Экспо 2025 осталось 4 месяца, а в администрации Екатеринбурга уже думают, как показать город лицом, в том числе в плане инфраструктурных проектов. К 2025 году горожане, возможно, увидят струнный транспорт над парком Маяковского. Об этом заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев рассказал на сессии международной промышленной выставки Иннопром, посвященной созданию умного города к выставке Экспо 2025, рассказывают порталы накануне.ру и е1.ру. Уже неделю в Экотехнопарке SkyWay проходит приемочное испытание инновационного промышленного образца берельсового юнибуса U4-220-T2 общей вместимостью 48 человек, состоящего из двух транспортных модулей. Вывод подобного транспортного средства на транспортную линию позволяет в час пик значительно увеличить ее производительность в обе стороны и довести этот показатель до 170 тысяч пассажиров в час. В данный момент независимая аккредитованная организация при взаимодействии с управлением испытаний сертификации и стандартизации и конструкторским сопровождением от управления подвижного состава проводит проверку представленного образца на соответствие техническому заданию и конструкторской документации. На сегодняшний день уже произведена проверка массово-габаритных характеристик, прошли прочностные испытания и испытания на электробезопасность. Краткая спецификация Юнибус U4-220-T2 предназначена для пассажирских перевозок по городским и пригородным маршрутам по берельсовому пути рельсово-струнной эстакадной дороги с непрерывным кольцевым движением. Буквально за пару недель Экотехнопарк Skyway посетила уже вторая делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. На этот раз в Марину Горку прибыли представители деловых кругов стран Пресидского Залинова и Американского университетов Шарджа. Шарджа — третий крупнейший эмират в Объединенных Арабских Эмиратах и единственный, имеющий выход одновременно к Аманскому и Персидскому заливу. Город Шарджа находится в непосредственной близости к культурному и деловому центру ОАЭ Дубаю. Стоит также отметить, что Эмират Шарджа является глобальным торговым центром, городом науки и искусства. ЮНЕСКО назвал его культурной столицей арабского мира. Американский университет Шарджа входит в список 500 лучших университетов мира. В нем проводятся исследования по экологической тематике. В частности, изучаются возможности улучшения почв и разрабатываются проекты в области высоких технологий. Напомним, что череда визитов арабских партнеров — это часть стратегии международного развития SkyWay. Близится долгожданный для многих Экофест-2018. И, конечно же, всем из нас не терпится побывать в Эко-технопарке и собственными глазами увидеть транспорт будущего. В день Экофест-2018 у самых активных сторонников проекта будет возможность прокатиться на струнном транспорте. Ввиду технических причин количество билетов ограничено. У SkyWay Capital есть 700 билетов, которые мы направим региональным кураторам, кто определит самых активных сторонников проекта и наградит их билетами. Те, у кого окажется билет на проезд в транспорте, но не сможет прокатиться 4 августа 2018 года, не расстраивайтесь. У вас будет возможность сделать это в течение года, если вы сохранили билет. Для проезда на транспорте Юницкого необходимо в обязательном порядке ознакомиться с обновленными правилами посещения Эко-технопарка, а именно с разделом «Правила проезда в транспортных средствах SkyWay». Их соблюдение более чем обязательно. Ссылка на правила находится в описании к этому видео. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo-каналах каждую неделю, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, что SkyWay – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова